Всем привет! Меня зовут Егоров Артем и мы продолжаем с вами знакомиться с объектно-ориентированным программированием. На прошлом уроке мы с вами изучили, что такое методы и научились их создавать. Кусок из предыдущего видео перед вами. Здесь у нас есть класс cat и в нем определен метод, который у нас заполняет два атрибута – имя и возраст. Давайте я покажу, что он делал. Для этого я копирую определение нашего класса и создам кошку Bob. Вот у нас Bob создался. Мы видим, что у него есть только порода. И после того, как мы вызовем метод setValue и передадим ему обязательный параметр в виде имени, мы увидим, что у него создалось два атрибута. Но для того, чтобы все это провернуть, то есть создать эти атрибуты, нам нужно будет вызывать вот этот метод. И это не совсем удобно. Поэтому сегодня настало время вам познакомиться с магическими методами. И одним из таких методов будет метод init. Но сперва давайте поговорим, что же такое магический метод. В питоне у таких методов название начинается с двух нижних подчеркиваний и заканчивается ими. Вот смотрите, когда я начал печатать, патчер мне сразу вывел список всех возможных магических методов. О многих из них поговорим в дальнейшем. Но сегодня нас интересует именно метод init. Я нажимаю Enter и смотрите, у нас все с вами подставляется. Итак, давайте я здесь внутри выведу слово Hello и покажу вторую особенность магических методов. Каждый из этих методов автоматически будет срабатывать в определенный момент. Конкретно наш метод init будет срабатывать ровно после создания объекта. То есть смотрите, я вызываю cat и каждый раз вы будете получать слово Hello. То есть если я создам вновь какого-нибудь кота, мы с вами на экране увидим вот это значение, которое выводит наш метод. Но также обратите внимание, что этот метод принимает сам экземпляр, который создается в процессе вызова нашего класса внутрь этого метода. И чтобы это вам продемонстрировать, я могу вывести вот такое сообщение. То есть само self мы и выведем. Нужно переопределить класс. Итак, давайте я вновь создам Тома. Смотрите, мы с вами увидим сообщение, что мы поздороваемся с новым объектом. Обратите внимание на адрес, где хранится этот объект. И если обращаясь к Тому, мы увидим с вами ровно такой же адрес. Вот эти значения у нас полностью совпадают. Если я создам нового кота, давайте, например, Джерри, то мы уже будем работать с другим совершенно адресом. И значит наш метод init принимает на вход наш объект, который мы с вами вновь создаем. Но важно понимать следующее. Вначале Python создаст нам объект. Это делает другой магический метод, который называется new. Мы о нем в дальнейшем поговорим. И затем Python будет создавать пространство имен. Внутри этого экземпляра объекта. То есть внутри нашего конкретно какой-то определенной кошки. Что такое пространство имен? Я уже затрагивал эту тему. То есть мы, смотрите, можем обратиться к нашему Тому через вот такую магическую тоже переменную dict. И посмотреть, какие значения у нас будут храниться в этом экземпляре. В нашем случае у нас нет никаких атрибутов. И мы видим, что объект у нас полностью пустой. Но все же это происходит за сценой. Внутри Python. И метод init вызывается после создания объекта. И когда уже пространство имен у нас создано. То есть мы уже можем обращаться вот к этой переменной dict. И метод init вообще нужен для инициализации. То есть для заполнения нашего объекта какими-либо значениями. В нашем случае мы работаем с объектом cat. То есть кошки. И в реальной жизни каждая кошка уникальна и отличается от другой кошки. Какими-то характеристиками. То есть, например, кошки у нас имеют различный цвет, у них различаются породы, у домашних кошек есть имя, у них разный возраст и так далее. И все эти значения мы с вами можем заполнить для наших экземпляров в момент инициализации. И делается это все очень просто. Вы можете перечислить сюда параметры, которые хотите увидеть. Ну и соответственно давайте перечислим имя, породу, возраст и цвет. То есть мы с вами будем принимать 4 параметра. И все эти параметры давайте мы выведем после нашей переменной self. Класс нам нужно переопределить. Итак, я вызываю наш класс cat. Первым параметром у нас пойдет объект, который создается. Он попадет в переменную self. Затем нам нужно передать имя. Давайте скажем, что это будет том. Затем порода. Это сиамское у нас будет значение. Возраст 40. И цвет black. И смотрите, все эти значения мы с вами увидим вот в этом выводе. И значит внутри функции init мы можем ими воспользоваться. И как я уже говорил, проинициализировать наш объект. То есть создать атрибуты, которые хранить в себе будут эти значения. Это делается очень просто. Я могу вот эти строчки копировать. Я же не зря вам показывал этот метод setValue. То есть мы хотим от него избавиться. Мы не хотим его вызывать вручную. Мы можем делать это все в момент инициализации нашего объекта. И значит смотрите. Атрибуту name я присваиваю значение входящей переменной name. Затем переменной h я присваиваю значение входящей переменной h. И давайте я продублирую эти две строчки. Соответственно атрибут breed принимает входящую переменную breed. И color тоже примет color. Атрибут класса нам уже не понадобится. Потому что мы хотим, чтобы у каждой кошки были свои значения. И также давайте я по умолчанию поставлю породу у нас персидскую. Возраст у нас будет один год. И цвет у кошки пусть будет белый. Переопределяю наш класс. И создаю новую кошку. Давайте создадим волта. И мы ему должны точно передать имя. Потому что этот единственный параметр у нас обязательный. Но мы знаем, что его зовут волт. Итак, нажимаю enter. И обратите внимание вот сюда. Наш экземпляр имеет уже свои четыре атрибута, которые мы проставили в момент инициализации. И три параметра age, breed и color у нас взялись по умолчанию. Значит я могу создать другую кошку. Назовем ее Kelly. И например, так же как с функциями, я могу по ключам передать возраст. Остальные параметры у нас будут по умолчанию. Давайте посмотрим. И вот мы видим, что возраст у нас проставился тот, который я взял. А имя у нас Kelly. Все остальное по умолчанию. И также некоторые путаются в названии вот этих переменах и значения атрибутов. В моем случае они совпадают. Но вы должны понимать, что вот эти имена, они у нас проставляются вот здесь справа. Это входящие аргументы нашей функции. А вот это уже имя атрибутов. То есть именно вот от этих значений будет зависеть то, что вы будете видеть вот здесь внутри ваших экземпляров. Ну а вот эти перемены вы могли, конечно, назвать a, b, c и d. Но по этим именам вы бы и не догадались, что они под собой скрывают. Поэтому обычно пишут аргументы функции, которые совпадают с именами атрибутов. И теперь, когда у нас есть метод init, у нас отпала надобность в нашей методе setValue. И теперь каждый раз, когда вы создаете новую кошку, она будет проставляться определенными значениями. Но также помните, что теперь вы должны будете в вызов вашего класса обязательно передавать один аргумент. Это имя. Оно у нас обязательно. Но в принципе вы тоже можете его поставить по умолчанию. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Надеюсь, теперь у вас нет никаких проблем с методом init. Но если какие-то вопросы остались, вы можете задать их в комментариях. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok